Всем привет! С вами Ольга Дуброва, а вы на канале Процветок. Сегодня я вам напомню, какие корневищные и клубнивые растения осенью надо непременно убрать в помещение. Напомню, мы все про них знаем, но иногда в суматохе осенних заготовок мы об этом забываем. Как убирать, кого убирать, какие нюансы могут быть, все это сегодня я вам расскажу. Конечно, это георгина. На первом месте не забыть про георгину. Не знаю, как так повелось и почему так случилось. Куда бы вы ни заглянули в интернете, везде будет написано «дождитесь первых заморозков». Я совершенно противник этой формулировки. Почему? Потому что после первого заморозка, особенно если некоторые сорта имеют очень толстый стебель, большой диаметр. Например, как вы помните, у георгина стебель полый и вся эта влага там остается, потом замораживается, размораживается. Да, клубни не замерзнут типа, но влага, оставаясь в этом полом стебле, делает свое черное дело. Иногда она там замерзает и мы так уносим на хранение. И там потом начинается гниение вроде бы и здорового, хорошего гнезда вот этого клубня. Поэтому никаких первых заморозков. Пока хорошая сухая погода. Георгины уже достаточно накопили. Да, они, кажется, цветут и были бы еще в цвету долгое время, но все равно мороз не сегодня-завтра случится. Это вам не роза. Не надо отпускать ее вот в это плавание, когда она там накапливает и откладывает в коре, в почках, в корнях питательные вещества. Клубни уже к октябрю месяцу образовались однозначно. И что хотели, запасли, что смогли. Поэтому выкапываем. Я вам потом покажу еще, какие ошибки допускают люди при выкапывании. И просушиваем. Просушиваем дня 3-4 в нормальном помещении. Это может быть, не знаю, что у вас там есть. Квартира, веранда, балкон. Просушиваем при хорошей положительной температуре, градусов 20, не ниже, чтобы они подсохли. Когда вы их выкапываете, всю землю отряхивать вот так вот не надо. Да некоторые моют. Когда их 3 штуки, можно и помыть. А когда их 33, а 133, где же ты их всех перемоешь. И после того, как просушили, закладываем на хранение. Если есть поврежденные какие-то части, то мы их обрабатываем. Просят всегда ближе показать. Потом ближе посмотрим, что с ними делать с клубнями. И отправляем на хранение. Температура хранения, напоминаю, 3-4 градуса и влажный 60-70%. Не храните рядом с картошкой. Если рядом с картошкой, то как-нибудь изолируйте пространственно, потому что с картошки могут нападать различные патогены на георгены. И хороший материал может к весне просто не сохраниться. Следующее всем известное растение – это, конечно же, гладиолус. Луковица у гладиолуса не имеет такой почки, которая бы опасалась того, что она замерзнет, потому что она там еще глубоко, где-то в этой части, там внутри, она еще спит, хотя она уже цветочная почка, вполне себе сформировалась. Мы их также выкапываем, обрезаем степень, оставляем 3-4 сантиметра и тоже отправляем. Бородую тут корни можете на данном этапе не обрезать. И отправляем на просушку. И снова же просушка наша будет несколько дней. Это сухая просушка. Хорошо, если даже и дней 10 они подсохнут. И после этого снова отправляем на хранение. Температура 3-9 градусов. Главное, чтобы она не поднималась сильно выше и не была ниже 2 градусов, потому что после этого начинаются необратимые процессы луковицы, и она может не сохраниться. Поэтому первые заморозки гладиолусам, они как бы сильно и не страшны, потому что там все внутри, сверху такая покровная чешуя, и все нормально. Потом вы будете проводить первую какую-то там чистку. Некоторые и не проводят непосредственно перед посадкой. Но если старая луковица легко отделяется от донца, то вы ее отделяете. Она совершенно не нужна. И где-то там весной или зимой, когда вы вспомните почистить, ее будет очень трудно отделять. Тогда придется уже прикладывать усилия, и она будет с трудом отщелкиваться. Бороду эту перед закладкой на хранение убираем. Если что-то слегка чистится, очищаем. Гладиолусы не забыли. Бегонии. Тут так себе у меня экземпляры, потому что бегония, как правило, к концу сезона образует достаточно хороший клубень. Клубень у бегонии такой стойкий, скажем. С ним не происходит такого, что вот достал, и он там плохо хранится, вот он там сморщился. Но это надо постараться создать ему плохие условия. Если вот здесь вот докопаться, они просто росли в компании в одном кашко с прочими другими растениями. Вот этот экземпляр, он даже и зацвести не успел. И вот такая у него луковичка образовалась. А у этого экземпляра хоть он и зацвел. Сейчас посмотрим. Немножко больше луковичка. Да, вот такая она розовенькая. В зависимости от окраски они тоже имеют свой цвет. Я бы вот сейчас ее расколошматила, но я бы ее посадила бы в горшок и дала бы ей возможность еще порадовать меня где-нибудь пару месяцев с тем, чтобы и луковица окрепла, и там бы ее и сохраняла в этом же горшочке. В целом же мы отделяем луковицу, может даже и посажу, не знаю еще. Отделяем луковицу от стебля. Вот такая получилась кроха. Конечно, несмотря на то, что клубеньки у бегуней стойкие и хорошо хранятся в целом, обычно они бывают такие, 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 но вот так вот случилось. Может, не самый такой выставочный экземпляр. Уж извиняйте, но какая есть. С бегониями мы что делаем? Мы их не просушиваем. В процессе роста бегонии мы прекращаем поливы и дожидаемся того момента, когда они вот сами по себе увядают, листья опускают, они побеги все ложатся. Бегонии бывают всякие. Бывают, ну, симперфлоренс мы в расчет не берем. Бывает бегония вот клубневая, бывает бегония боливийская. У нее клубеневочки поменьше, но такая же история. И какую бы мы ни взяли, мы вот так вот будем сохранять. Значит, паникло, вкапываем, просушивать не надо, почистили и отправляем в какой-нибудь, собираем их всех в пакетик, перемешиваем вместе с песочком. Ну, вот, допустим, туда укладываем, укладываем и отправляем на нижнюю полку холодильника. Это наша палочка-выручалочка-холодильник. Можно хранить по такому же принципу, как и георгины. В каком-то помещении, где вы храните георгины, отдельно поставить можно не в пакет, можно в горшок. Пакет не надо упаковывать, так вот сильно там его завязывать. Хорошо, если в нем будут какие-то дырочки. Если дырочек нету, мы их... Давайте... А, можно еще вот воспользоваться пакетом, хлебные пакеты или от батона пакеты. У них уже есть дырочки. Видите, вот дырочки, особенно когда хлеб нарезают, нарезанный хлеб, там есть отверстие, и нам уже ничего не надо делать. Нарезанные. Молодость, активность, гармония. Это как раз про нас. Молодость, активность, гармония. Да, класс. Насыпаем туда песок, и отправляем туда луковицы. Отправляем. И вот таким образом помещаем на хранение в подвал, либо в холодильник. В холодильник, чтобы не просыпалось, мы можем поместить еще в бумажный пакет и там сохранять. А гладиолусы я вернусь, раз они вот тут уже лежат. И вот показываю вам то, что здесь старая луковица. Мы ее легко отщелкиваем. Что делать с этой деткой? Это вечная проблема, потому что всегда ее много. У некоторых сортов очень много. Мы ее оббираем сейчас перед просушкой. Бороду обрезаем. Даже получилось с легким движением. Это укорачиваем. И так отправляем на просушку. Потом будет легко снять верхнюю чешую. И тоже можем помещать в песочек. И снова в холодильник. Так. А что с деткой делать? Вот что я замечала, что когда выкапываешь гладиолусы и потом делаешь осеннюю перекопку, и где-то, наверное, на глубине сантиметров 30, весной снова перекапываем. И они, вот эти вот луковицы, просто щеткой сходят. И невозможно от них избавиться. Поэтому, когда вы выкапываете, старайтесь аккуратно доставать ваши луковицы гладиолусов с тем, чтобы как меньше оставалось детки в почве. Вот. Я обобрала. Даже вот у маленькой луковицы все равно очень много детки. Мы ее все оббираем. Хотите, сохраняйте. Она очень хорошо хранится. В холодильнике луковицы вот эти вот. Если вы хотите сохранять свой сорт и боитесь, что что-то может там произойти, вот у меня что происходит. Иногда луковицы выкопала, положила просушить и забыла на даче. А если бы у меня была детка, то два года я ее могу хранить в холодильнике, и она будет в таком твердом, живом состоянии. И вот и меня иногда волнует такой вопрос. Надо как-нибудь поэкспериментировать. А что если в каком-нибудь пакетике или горшке закопать на глубину 30 сантиметров и сверху там сделать какой-то... Ну, тазик можно перекинуть, чтобы понимать, что там я сделала такой схрон, и весной откопать. Мне кажется, в этом есть резон. И попробовать вот так вот хранить их именно в почве и не заморачиваться с холодильником. Когда вы отправляете свои луковицы всякие в холодильник, ну, как-то там помечайте, потому что всякое может быть. Вот моя родственница как-то так... Я поделилась с ней тюльпанами, а дочка ее приготовила из них салат. Сказала, что очень вкусненькие луковицы были, такие сладкие, совершенно не острые. Но я ее разочаровала, что это были тюльпаны у нее хранились. Мужа как-то я накормила. Нет, но это я рассказывать не буду. Это стыдно признаваться. Как-нибудь наедине. Потом. Здесь я выкопала манбрецию. Она, допустим, вот в условиях Белоруссии, манбреции ее называют, или даже миниатюрный гладиолус. У нее такие даже и луковички похожи на гладиолус. У меня она замечательно зимует в открытом грунте. Сверху присыпаю листвой или сухим торфом можно присыпать. А можно сохранить ее по такому же принципу. В холодильнике эти луковички, они хранятся великолепно. В зависимости от зоны проживания, и, думаю, каждый приспособится и поймет, что ему с ними делать. Опыт моей знакомой, вот он меня натолкнул на эту мысль про гладиолусы, таков был, что она вот именно закапывает в пакете, в сетке, закапывает в почву, сверху насыпает там горочку, как когда-то наши предки хранили, картошку в ямах на улице, а не в погребах. Утепление такое делает. Весной достает и высаживает их. Короче, тут это необязательная такая процедура, но можно попробовать. Следующее растение – калла. Каллы бывают разные. Бывает калла, которая называется эфиопская, и у нее нет клубня, у нее корневище. У меня калла, которая относится, ну, это гибридная калла, на основе созданы сорта каллы ремани, есть еще калла эллиота, у нее тоже вот такие клубишки, смотрим какие, он тут уже и деточку дала. Замечательное растение с красивыми, вот уже они увяли, я их не поливала. Необычные цветы, где-то там внутри, вот уже сморщенные, сам там тут расположены цветочки, а это опахала, которая, собственно, и придает красоту. Необычный очень вид, и что характерно для каллы ремани, у нее на листьях вот такие пестринки различной величины и различной степени насыщенности белой окраски, бывают серебристые. И хочу вам напомнить, что загляните в магазин про цветок, либо в интернет-магазин, еще кое-что осталось, осталось на акции, осталось в миксовой смеси, но какая разница вам, какой сорт, лишь бы само растение было красивое, а потом вы можете, если захотите название сорта, то можете определить по той линейке, которая там представлена. В начале сезона там было такое количество таких потрясающих кал, что просто диво, и хотелось купить вот, ну их много, штук 30 хотелось купить, но, конечно, все не приобретешь. Вот, и здесь во время разделения у меня что получилось? Получилась ранка, тоже может происходить, когда мы осматриваем клубни, когда мы, ну вот эти вот городы, городы мы будем обрезать, можете сейчас обрезать, можете позволить, это даже будет правильнее, просто я вам показываю, что делать вообще, после просушки. Вот у каллы, в отличие от бегонии, ну вот этот вот клубишок, он нежный, он быстро теряет влагу свою, поэтому надо за ней следить. хранение такое же, мы ее отправим в холодильник, и снова же, либо мы обеспечим ей в пакетике торфяную подушечку, либо в песочек, и вот этой температуры в районе градусов, ну калле можно и побольше, градусов 10 можно сохранять, но в холодильнике тоже будет ей нормально. И естественно, что когда подсохнет наземная часть, мы ее обрежем. Так вот, я перелила зеленку в бутылочку от спрея, и теперь я делаю вот так, пшик-пшик, любые рамки мы таким образом обрабатываем, можно обработать и верхний срез. Все, готово. После такой обработки мы просушиваем, или вот где-то у меня, тут я при копке, смотрите, гладиолус, ну хороший был, красивый сорт, но я такая, солоха взяла его и рубанула. Но, можно было бы выкинуть, все поврежденное, все очень больное, мы выбрасываем, но если что-то очень уникальное, я понимаю, что почка будет находиться в этой части, и возможно, это не помешает вырасти цветочку красивым, поэтому делаю точно такую процедуру. И отправляю снова же подсохнуть, а потом все это упаковываю и отправляю. С этим мы разобрались, может у кого-то есть еще ранункулюсы, ранункулюсы, замечательные цветочки, у них такие мелкие клубеньки, похожие на шишечки, тоже хорошо хранятся и тоже можно хранить на нижней полке холодильника в каком-то субстрате, либо опилке, либо песочек, либо торф. Периодически мы заглядываем туда, особенно то, что касается каллы, и слегка увлажняем. Вот, допустим, кала, она никогда не должна в ноль пересыхать, ей надо, чтобы немножко влажность присутствовала, иначе она быстро потеряет свой тургор и к весне не сохранится. Может, вы еще вспомните какие-то клубни, про которые хотелось бы услышать информацию, что происходило с георгиной в процессе копки. Значит, вот мы ее выкопали, затем мы должны у нее все эти, вот видите, не слушается, должны обрезать все эти корни, которые ей уже совершенно не нужны, они свою функцию выполнили. То, что поврежденное, удаляем, осматриваем на предмет, может быть, где-то что-то поразилось. Это у меня клубень, который образовался в течение года и был получен из черенка, в результате черенкования весеннего, ранневесеннего, значит, все я это обобрала. Здесь можно, конечно, это обрезать, потому что, если вдруг повысится температура в том месте, где хранить будете, то все непременно вот отсюда начнут побеги с повышением температуры. Сейчас мы почистим, уберем и эти срезы мы также обработаем зеленкой. Тут тоже произошла порча, но она не мешает нам, потому что, вы же помните, что главное у георгина это что? Это корневая шейка, это место между клубнем и стеблем. Это все целое, значит, это нам не помеха, то есть много запасающих веществ, что позволит ей хорошо перезимовать. В былые времена перед закладкой обрабатывали различными химическими препаратами, можно там замачивать в Максиме, там еще что-нибудь такое, в Медном Купоросе замачивать. Я вам предлагаю, даже если вы храните не на нижней полке холодильника, потому что там, конечно же, исключено различные химические препараты, я рекомендую вам вообще прибегать к помощи биопрепаратов. Если летом, весной я рекомендовала о том, что используйте препараты серии Профит, либо какие-то там еще вы находите препараты, то хочу вам сказать, что и в зимний период они будут нам помогать, помогать, справляться с тем, чтобы те предполагаемые патогены, которые могут остаться, они, конечно же, существуют в природе, и хорошие, и плохие, и чтобы их подавить рост и их действие на хранение, то мы обработаем например, препаратом, который называется энергия роста и содержит в себе культуру грибов различных нескольких из рода триходерма. На живые ткани никак не будет действовать триходерма, она поедает в зимний период во время хранения только патогены, которые будут встречаться, и я думаю, что это обеспечит успешное хранение, и, естественно, весной будет успешный рост без всяких поражений. Если в процессе роста, допустим, гладиолусов вы наблюдали на листьях такие точки, которые потом разрастались в некрозные коричневые ткани, и если вы видели, что плохое цветение и сморщенные цветки, а может быть, вы понимаете и рассмотрели там трипсов, которые являются таким, в принципе, обычным спутником гладиолусов, когда ему создают плохие условия, трипс сохраняется как в почве, так и под этими чешуйками, поэтому гладиолусу можно будет еще сделать такую комплексную обработку и использовать ту же линейку защита комплексная Аква Метаризиум плюс Баверия. Он пропитается под те части, которые нам сейчас в данный момент недоступны, после сушки все это вы там снимите слегка, слегка абсолютно, то, что вот оно пораженное такое и уже не имеет значения, отмирающее, и после этого вы их опускаете снова же в такую же болтушечку нашу, просушиваете и закладываете на хранение. А теперь мы с вами выкопаем георгин, потому что боюсь, что некоторые не знают, как правильно выкопать георгин. Убираем подвязку туда. Лопата у меня вот под таким углом по отношению к черенку. Если я буду ориентироваться на черенок и вот так втыкать, то вы видите, куда пойдет полотно лопаты, оно пойдет ровно в клубень. Поэтому я должна ее поставить вот так. Если у вас обычная штыковая лопата, то все это проще. Мы отступаем на приличное расстояние и подкапываем с одной стороны, с другой стороны, короче, по радиусу нашего куста. Подкопали. Можно сделать эту процедуру вилами. Обкапываем со всех сторон. Почему со всех сторон? Потому что если клубень крупный, и мы начнем, подкопав только с одной какой-то стороны, начнем тянуть, то все непременно может оторваться либо от корневой шейки, либо часть клубней остаться в почве. А что такое клубни? Клубни – это запасающие наши органы, которые мы должны стремиться сохранить в полной мере. Легонько достаем. и теперь обрезаем, оставляя сантиметров десять. После этого мы понесем на просушку. Эту часть прошлогоднюю, которая повреждена, и даже там какие-то намеки на подгнивание, мы абсолютно сейчас же удаляем. они нам совершенно не нужны. И вот здесь на этом клубне мы видим, что происходит подгнивание. Значит, после просушки мы здесь все непременно обработаем то, что обрезали зеленкой. Иногда бывает, что приходится на старых клубнях вырезать вот такие вот моменты, вырезать эти клубни. Здесь он сам уже отгнил. А край бывает поражен. Тогда мы обрезаем до здорового, либо совершенно его вырезаем и все ранки мы обрабатываем зеленкой или замачиваем в препаратах, про которые я вам рассказывала. Все. На сегодня хватит про растения и те, которые мы будем хранить. И так мы много насобирали. Я думаю, светник весной порадует нас. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте про наши магазины. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин